В эфире Москва. Баку сегодня. Рассказываем о главных событиях дня. В Баку завершил работу седьмой саммит Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. По его итогам была подписана Бакинская декларация. Председательство в Совете официально перешло к Азербайджану. Также главы государств, членов Совета приняли Республику Узбекистан в состав Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств и подписали соглашение с правительством Венгрии относительно представительства Совета Тюркоязычных Государств Венгрии. Главы государств также решили присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статус пожизненного почетного председателя Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. Альхам Алиев вручил Назарбаеву Высший Орден Тюркского Мира. Напомним, Тюркский Совет – это международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран Тюркского Мира. Состоявшийся в Баку саммит приурочен к десятой годовщине подписания Нахчеванского соглашения о создании Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана 3 октября 2009 года в азербайджанском Нахчеване. В работе нынешнего седьмого саммита в Баку приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Раджеп Таеб Эрдоган, первый президент Казахстана, почетный председатель Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев, президент Кыргызстана Суренбай Женебеков, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и заместитель премьер-министра Туркменистана Курлиага Мурадов. Росатом готов предложить наиболее современные, инновационные и уже проверенные практическим опытом решения для удовлетворения потребностей Азербайджана в чистой и безопасной энергии, в случае, если руководство Азербайджанской республики примет решение о развитии атомной энергетики. Об этом Москва-Баку заявили в госкорпорации, комментируя сообщение о предложении России построить атомную электростанцию в Азербайджане. Как подчеркнули в Росатоме, сотрудничество России и Азербайджана, в том числе в энергетической сфере, продолжается долгие годы и основано на стратегическом партнерстве. Компании напомнили, что Росатом является надежным поставщиком технологий и оборудования для зарубежных партнеров и обратили внимание на то, что на данном этапе госкорпорация осуществляет масштабную программу сооружений АЭС в 12 странах мира. Напомним, 3 октября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи на полях заседания Валдайского клуба заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сопредседателя минской группы ОБСЕ от России, США и Франции по Нагорно-Карабахскому конфликту, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Посредники прибыли в Гереван с региональным визитом. После этого они отправятся в оккупированный Карабах, а затем в Азербайджан. Премьеры Армении и сопредседатели обсудили вопросы, касающиеся урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В контексте создания атмосферы доверия стороны отметили важность шагов, направленных на укрепление режима прекращения огня в зоне конфликта. Был затронут также вопрос подготовки населения к миру и принятия мер, необходимых для решения этой задачи. Правда, о каких мерах идет речь не уточняется. Добавим, что сопредседатели также провели встречу с главой МИД Армении Заграблым Нацаканьяном, в ходе которой глава армянского внешнепоэтического ведомства заявил о необходимости обеспечения равных обязательств сторон в мирном урегулировании Карабахского конфликта. Однако, по мнению экспертов, это заявление Мнацаканьяна можно понимать, как очередную попытку армянской стороны завести переговорный процесс в тупик. Дело в том, что Мнацаканьян таким образом вновь напоминает позицию Еревана, согласно которой решение Карабахского конфликта должно быть приемлемо и для так называемого народа Нагорного Карабаха. Хотя по этому вопросу позиция Азербайджана уже неоднократно озвучивалась. Она звучит приблизительно так. Не существует понятия народ Нагорного Карабаха. Есть азербайджанское и армянское население данного региона Азербайджана. Карабахский клан не намерен надавать власть новому Еревану в лице премьер-министра Армении и готовит своего ставленника в оккупированном Карабахе, пишут армянские СМИ. Действующий так называемый президент самопровозглашенного Нагорного Карабаха Абакоса Акян и его сторонники намерены создать новую коалицию, которая выдвинет на парламентских выборах в Карабахе в 2020 году своего кандидата в президенты. Им может стать действующий так называемый глава МИД Карабаха Массис Майлян. Его кандидатуру поддержат бывшие и нынешние силовики, в том числе и экс-глава Совбеза Виталий Баласанян, регулярно выступающий с жесткой критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Более того, по данным СМИ, карабахский клан намерен добиться того, чтобы главный претендент на пост президента Карабаха, бывший премьер самопровозглашенного Карабаха Арая Карутюнян, которого поддерживает Ереван, отказался от участия в выборах. Таким образом, карабахский клан попытается добиться того, чтобы власть Карабахи не досталась ставленникам Пашиняна. Отметим, что сегодня премьер Армении встретился в Ереване с главой карабахских сепаратистов Бако-Саокеаном. Вероятно, предстоящие выборы и стали одной из тем переговоров. Это была новостная картина сегодняшнего дня. Еще больше информации на портале москвабаку.ру. Добрых вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова